Ну да, в принципе то, что они там делают Это по нашему подходу Да, то, что мы формулируем как клубная работа У них это... Но тут еще, это чисто так сказать, используют здания А вот я должен сказать о содержании Отношение человеческой души к этому делу Вот мы были давно в Германии, хотя второй раз В этом фильме читать, у меня повторилось то же самое Три вещи меня, так сказать, немножко обсекло Это первое, не знание иностранного, конечно Все мы, как читая и перевернусь словарем Это очень плохо Второе, отношение к собственной истории Конечно, надо позавидовать тем же немцам У нас же все с 17-го года и так далее А то может идти вообще Иван Ростровник И третье, это отношение к религии Я не хочу сказать, что мы там были, так сказать Ну, все верено, колено Нет, но философский взгляд на это вещь Если ты этим не обладаешь, ты ущербный А у них вот это... А есть еще один момент Если у тебя нет другой методологии примития Все, заходим Иначе это вот это... Да, это дискуссия затянет Не вопрос, но пускай будет это религия Если у тебя нечем заместить этого тела По науке самое главное По тарелочке Да, и все вам расскажут Поэтому, ну, продолжение дискуссий Свободных темок Может быть без участия телевидения Оно нас буквально через 5-7 минут Должно оставить Так что готовьте свое выступление Потому что, как бы, нам, занимающимся именно научно-технической информацией Это тема экологии и, в общем-то, всего, что происходит нового в обществе И в науке, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, наиболее близко Как бы, проанализировав тот опыт, который в Российской Федерации Имеется по экологическим программам всевозможным Достаточно просто можно увидеть Что направление развития Эко-программ Уходит из городов в деревню И достаточно просто можно доказать Что на сегодняшнем этапе развития Общества Для того, чтобы комфортно и удобно существовать Совершенно не обязательно жить в горе Как я вот вчера уже говорил Если взять ту же самую Америку Работу на дому выполняют уже более 40 миллионов американцев Которые для того, чтобы и заработать деньги, и получить деньги И их потратить Совершенно не обязательно выходить из дома Современные телекоммуникационные возможности им позволяют это сделать Второй пример, который с другой стороны свидетельствует о том же самом Это именно градостроительство, которое происходит в странах Запада Все больше и больше растут Как это называется, малоэтажное строительство И все меньше и меньше вырастает новых небоскребов Очень хороший пример, что вот Самые высокие в мире здания Были построены в эпоху бурного расцвета Промышленности в западных странах И после этого, как правило, такого уже больше не строилось К вопросу о том, что можно сделать достаточно просто и достаточно реально у нас Для этого стоит посмотреть именно российский опыт Потому что там практически все то же самое Создалось достаточно много команд, которые занялись такими разными вещами Как экотуризм Как экологическая реабилитация Уже утративших свое первозданный вид ландшафтов И так далее Но что самое важное, это именно, скорее всего, воспитание экологического сознания Почему это интересно с точки зрения именно вот нас Как людей, занимающихся научно-технической информацией Это то, что те технологии, которые существуют на сегодняшний день Они дают именно очень богатые возможности к тому, чтобы создавать автономные Начиная от автономных поселений и заканчивая автономным жильем То есть создание инфраструктуры на уровне индивидуальной семьи Вплоть до того Применение, допустим, той же самой солнечной энергетики Может обеспечить необходимой энергией потребности небольшой семьи совершенно без проблем Применение информационных технологий позволит обмениваться информацией с любым человеком на земном шаре Совершенно без проблем, опять-таки, из любой точки мира И во всем мире есть понимание этого Существует большое количество программ Программ, инициированных и Организаций Объединенных Наций И ЮНЕСКО И направленных именно на то, чтобы создавать экологические поселения В частности, вот в Беларуси имеет место программа Экодом Которая достаточно давно уже в Беларуси Она точно так же инициирована Организацией Объединенных Наций И поддержана огромным количеством стран, больше сотни Но пока, на сегодняшний день, дальше научно-технических разработок это дело не идет То есть предложен целый ряд проектов, как сделать Но пока не доведено ничего до реального воплощения И насколько я понял, вот эта конференция, которая происходила вчера и сегодня Она хотела бы, по моему мнению, иметь своим результатом Некий, возможно, документ, либо некую идею, либо просто пожелание Чтобы реализовать, возможно, вот поскольку Была предложена именно и есть понимание Администрации Светлогорской области Возможно, здесь попытаться реализовать Светлогорской республики Да, 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 районы Пардон, неважно Я надеюсь, что Бобельская область тоже не откажется от этого дела Создать здесь именно то, чему стремится, по сути дела, все человечество на сегодняшнем этапе То есть перешагнуть через некий вот этот вот достаточно большой промежуток времени Который бы потребовался для того, чтобы на государственном уровне решить эту программу И в отдельно взятой, то, что называется, в отдельно взятой деревне, да, построить, ну, не хочется говорить громко Но, по сути, собственно говоря, то, что бы предложил именно я, это построить город солнца Город солнца не в том смысле, как его там понимали утописты А именно в том смысле, что то направление, которым мы сейчас занимаемся Именно как инновационная структура Это именно применение солнечной энергетики И возможность использования возобновляемых источников энергии Вот, и разработанный уже в достаточном количестве И доказано уже 150 раз, что широта, на которой расположена наша республика В частности, город Гомель Она позволяет получать от солнца столько энергии Что это в несколько раз превышает потребность среднестатистического хозяйства Я имею ввиду поддержание жизнедеятельности этого хозяйства Вот, и может быть создание именно для начала Для начала автономных хозяйств Самообеспечивающих себя и энергии Вот очень понравился пример школы местной Они фактически обеспечивают себя и продовольствием, и лекарствами И, в общем-то, возвращается все к натуральному хозяйству Да, 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 да Вот, со своей стороны, что мы можем предложить Можем предложить мы, да Это именно подобрать те технологии Посоветовать, порекомендовать Которые могли бы быть задействованы такого рода проектами Второй вопрос Это именно формирование экологического сознания И привлечение людей для того, чтобы это дело реализовать Сама по себе идея очень хорошая Очевидность и привлекательность доказывать никому не надо Всем это все прекрасно понятно Вот Возможности, которые может дать Такая постановка вопроса Это заинтересование государства И использование его Огромного и финансового, и научного, и административного потенциала Для реализации этого дела Поскольку существует большое количество, как я уже сказал Программ мирового уровня Именно инициативированных организаций объединенных наций Могут привлекаться для реализации средства Зарубежные И поскольку речь идет о внедрении передовых новых и высоких технологий Это еще одно из направлений, которое тоже очень поддерживается нашим государством И мне кажется, оно было бы заинтересовано в том, чтобы реально появились и проекты, и отдача, и то, что можно было бы продемонстрировать в качестве именно реализации декларируемых вот этих вот всех направлений развития общества Ну вот, и мне кажется, что сейчас было бы хорошо, если бы мы обменялись мнениями И кроме того, что я сказал со своей точки зрения именно инновационной политики, проводимой государством Она направлена именно на это Может у кого-то есть еще какие-то мысли и идеи Дополнить это все Объединить, сформулировать, подточить, подумать над этим И завтра выдать номера уже в чистом виде идеи Решение и резолюция Да, которое можно было бы положить на бумагу, передать заинтересованным, надеюсь, заинтересованным органам Да, да, и именно подумать, какого рода проекты, в которых принимались участия или о которых мы знаем Могли бы быть задействованы именно для того, чтобы воплотить то, о чем мы говорим Наш большой автобус Затопение соловья, тихая ночь Для чего мы пытаемся дачным участком заменить деревню? И возможно ли это на шести сотках? Когда вы в последний раз выезжали? На недельку или две в деревню Не кружилась ли у вас голова от чистоты воздуха? А вернувшись в город, начинали задыхаться от копоти и смока Бездушные бетонные коробки с асфальтовыми дорожками Давно заменили нам деревянные домики с сиренью окна Вспомните милые минуты беззаботного детства в деревне Как босиком бегали утром по росе Как называли, к вечерам собирали власть вся деревня У ваших внуков, возможно, этого уже не будет Для многих это уже набор слов с весьма размытыми понятиями К сожалению, мы теряем связь с нашими коронами Малая-младая людей полностью в деревне В деревне исчезает на глазах В констве митья, в рамках памяти Уголки нашей истории исчезают Завтра у вас уже не будет сброс В Европе около 70% населения проживает не во всех коронах У нас этот показатель составляет 40% и стремительно сокращается В чем проблема урбанизации? Нет ли экологической катастрофы? Доцент кафедры института Мазуркевич Владимир Николаевич Представляет программу от коллективного садоводства к экологическим поселениям Она заключается в следующем В настоящее время в Республике Беларусь статистика фиксирует Возрастающие уровни заболеваемости и смертности населения Сложившаяся ситуация оздоровления и охрана здоровья населения Как неоднократно подчеркиваю На Втором Всебелорусском съезде Президент Республики Александр Григорьевич Лукашенко Является жизненно важной, главнейшими задачами Социальной политики государства Проанализируем опыт оздоровления городского населения И самообеспечения фруктами, ягодами и другой сельскохозяйственной продукции Путем создания коллективных садов и огородов Массовое создание коллективных садов началось 30-40 лет назад В 1999 году в Республике 637 700 семей городского населения имели садовые участки, дачи Общая занимаемая ими площадь состояла 51 тысяча гектар Средняя площадь одного участка около 8 соток На этой площади возведены садовый дом, хозяйственные постройки, высажен сад Выращивается картофель, овощи, ягоды Продукцией с участков пользуются более 2 миллионов человек И она на 50-60% обеспечивает потребности семей в картофеле, овощах, фруктах И на 100% в ягодах Однако на таких малых по площади участках Все работы могут выполняться только вручную На них невозможно организовать восстанавливающие плодородие почвы системы землеиспользования Для ежегодного получения приемлемых урожаев требуется вносить почву большого количества органических и минеральных удобрений В результате выращиваемая продукция требует большой затрат ручного труда и не может быть экологически чист Значительная удаленность коллективных садов от крупных городов, это 40-70 километров и даже более Обуславливает большие непроизводственные потери времени на переезд туда и обратно Высокая себестоимость переезда и необходимых удобрений требует существенных денежных затрат из бюджета семей По ориентировочным расчетам сложившейся ситуации Себестоимость произведенной продукции с учетом потерь времени и трудозатрат Более чем в три раза превышает рыночную ее стоимость Оценивая такое положение, молодое трудоспособное поколение не видит для себя смысла в содержании дач И полностью отказывается от выполнения любых видов работ на них Без труд по посадке, выращиванию, сбору и доставке продукции в город Ее переработки лежит на создателях дач, людях пенсионного или предпенсионного возраста Постоянная нагрузка и неритмичность работ отрицательно сказываются на ее здоровье Нередки среди них внезапные смерти Низкие доходы и возрастная потеря сил Предназдают владельцев отказываться от дач Ежегодно с 1997 года в республике сокращается количество дач Все больше желающих продать созданное И хотя запрашиваемая цена за участки с постройками На них дешевле нынешней стоимости Из расходованных на строительство материалов Покупать ее нет Таким образом, в настоящее время Действие строения городского населения Посредством создания коллективных садов с седащих пар Задельцами дач безвозвратно затрачены большие средства Из расходов на командное количество Стоятельных материалов Трухных людей А отдохная дача им не будет ее в будущем Но с деменемиями граждан в жизни и естественной природной кислородной На своем участке земли не сядут И следствием там являются строительства Из причинных граждан в течение 90-х годов Коттеджу всех странных мест И здесь малая площадка Отсутствие инженерных коммуникаций Не позволяет семье владельцев Прозвать к отцу постоянно И снова безвозвратно затрачены средства Материалы, пункт А построенный дом посещается время от времени И не приносит пользы для здоровья Ни владельцу, ни членам его семьи Ситуация коренным образом изменится Если участки будут иметь достаточную площадь То есть не менее 1 гектара И будут располагаться в непосредственной близости от города На расстоянии не более 30 км Так возникает идея создания вокруг городов Поселков с замкнутым циклом использования Природных ресурсов Экологических поселений Экологические поселения образуются на площади 150-300 гектар Каждое И 100-200 семей Постоянно проживающих в мире Их основой является Участки земли не менее 1 гектара Безвозмездно переданные правительством республики В частную собственность каждой семье Участки не могут быть предметом купли-продажи А могут передаваться только по наследству Продукция, произведенная на этих участках Никакими налогами не должна облагаться Жилье на них Все необходимые сооружения и системы Объекты общественного назначения Школы, клубы, трилогии Создаются владельцами за свой счет При содействии государства и профсоюзов спонсоров В качестве основы таких поселений могут быть использованы Кутора, деревни, села С неперспективным развитием Получив собственность в участок земли в поселении Каждая семья может высадить на нем сад Завести огород с учетом Почвовосстанавливающего села оборота Содержать домашних животных Построить дом усадебного типа Со всеми удобствами Постоянно проживая в естественных природных условиях Питаясь выращенной экологически чистой продукцией Обращаясь к единомышленникам Члены всех семей будут здоровыми физически и духовно Близости к городу Позволят им работать на предприятиях города Затрачивая на переезд Не более получаса С развитием числа таких поселений Экологически чистая сельскохозяйственная продукция В возрастающем количестве Начнет поступать через рынки горожанам Обеспечивая их оздоровление Также создание экологических поселений Позволит во-первых Жителям поселений жить здоровой, радостной жизнью Быть уверенным в своем будущем и будущем своих детей Во-вторых Организовать на своем участке систему землеиспользования Улучшающую плывы о роде и площадь Естественным образом А получаемая при этом сельхозпродукции Будьте экологически чистой И оздоравливающей питающей васильею В-третьих Использовать для получения высококачественной продукции Выделяемые под поселения Ныне малоэффективны, неиспользуемы И вводимые из севоборота Пререформирование агропромышленного комплекса Республики земли В-четвертых Обеспечить решение жилищного вопроса в семьях Со взрослыми детьми И создать здоровое взаимоотношение Между членами семей поселенцев Итак Научно-инновационное общество В лице Дегтяренко Тамары Васильевны Аполлон совместно с предприятиями Республики при содействии Комельского обл. исполкома Объявляют тендер проектов По реализации программы возрождения Цель программы направлена на возрождение деревень В Республике Беларусь На примере реализации лучших проектов Деревни Карпович Сетлогоровского района Комельской области Поддержите программу возрождения Возможно этим мы вместе сможем сохранить Нашу историю Нас самих Да, спасибо, Алла Комельская Правительственное заявление не от моего лица Но я, естественно, вписываясь в этот проект Одобряю вашу инициативу И двумя руками за Но тем не менее Это независящее от нас условия Которые созданы тем большим опытом Наших предков Которых нам с вами всем предстоит Дружно нести на своих плечах И вот так, как эту ношу Связанную со здоровьем Уже на себе испытал Центр Ромалина Наверное, никто из вас еще и не слышал Потому как, занимаясь проблемами здоровья Они занимаются теми последствиями Которые несет на себе Вот тот образ жизни В котором мы с вами все находимся Поэтому я хочу сейчас предоставить слово Леониду Ивановичу Синицыну Директору этого центра Он представитель нашей отечественной медицины Медицинского центра Ромалина Город Минск Значит, хочу сказать, что Мы не одни такие В Минске В общем-то Каждый центр имеет какую-то специализацию Преимущественную Так вот В частности, в Минске работает Ряд великолепных центров Таких, как Медицинский центр ЛАДЭ Который специализируется Преимущественно в области стоматологии И ряда других вопросов Преимущественно в области стоматологии